он вообще расслабался постоянно я даже не понимал, постоянно счастливые, хорошие, классные девчонки все время снимаешь влог мы же предприниматели, которые без геморрой мы совместно вложились, начали развивать но ты проходишь эту стадию, тебе уже хочется наоборот делать, чтобы что-то сделать такое уже тогда мы поехали в Америку и приняли решение, что надо миллиард долларов заработать но на самом деле можно расти горизонтально в школах, можно расти вертикально и на самом деле более правильно мы сейчас считаем расти вертикально правильно, нормальная онлайн школа запущена это ты в течение максимум двух месяцев готовишься а третий месяц уже есть деньги, которые у тебя примерно 50% прибыли все, пока, тормози какой у вас бэкграунд, расскажите у тебя, я помню, проект был, и сейчас он по-моему есть Кнопка жизни второй в Коммерсанте, первый в Форбсе Владимир Владимирович, жал тебе руку я не мою до сих пор зарядиться этой энергией расскажи, как у тебя с Кнопкой жизни я помню, у тебя был еще The Oster прекрасный проект расскажи твой бэкграунд Кнопка жизни это мой первый проект мой собственный бизнес после того, как я свой стол позакончил я его начал делать сейчас он хорошо живет, развивается сейчас снова рекордный год прошлый год у нас 20 тысяч пожилых людей на обслуживании около 50 тысяч детей я там остался акционером и вышел из операционного управления в 2014 году и начал заниматься а вышел я, потому что реально устал советы директоров, инвестиционные комитеты и как-то хотел какого-то драйва ты ездишь по всему миру снимаешь влог есть же предприниматели, которые без геморройки делают я начал искать вот этот парень, я за ним наблюдал он там по подганам, по болезни я почему не занимаюсь? он вообще на расслабауте постоянно я даже не понимал постоянно счастливые, хорошие, классные девчонки я все время сниму я смотрел, немножко завидовал и я начал думать я люблю море, я люблю яхты люблю интересные люди и пришла идея проекта за остров вот и я познакомился с человеком, который собирался купить остров мы совместно вложились начали развивать построили там инфраструктуру взяли вообще необитаемый остров построили там водопроводы, канализации, электричество, генераторы все там просто возили из Китая прям контейнерами морскими вот и ну это буквально за месяца три прям остров преобразился просто из непроходимой джунли и мы сделали там такой концепт ну не ТВ шоу соответственно а туристический плюс мы это все задобрили сказали, что там только холостые девчонки холостые парни сейчас у нас мы столкнулись с тем, что мы просто относились к этому проекту не как к бизнесу а как увлечение вот ты даже к блогу относишься как к бизнесу он тебе идет а мы такие, знаешь, деньги особо не считали у меня мой партнер банкир там все хорошо было вот инвест гарантии были это все мы там все, что получали от клиентов все тратили там ну такой мы яхту купили там скоростный лот и в результате ну даже представить нельзя было моего партнера отнимают лицензию в ЦБ и насильно становится все деньги, которые мы получали от клиентов на декабрь 40 человек по 7-10 тысяч долларов все уже потрачены я один остаюсь партнер уехал в Америку его телефона подключал нету просто жопа была и вот только в декабре рассчитались по долгам полностью и сейчас реанимируем постепенно вот посмотрим как пойдет это необитаемый остров был полностью необитаемый остров вот сейчас по сути он с элементами там, условно, есть туалет ресторанная зона но мы там не строили там такой, знаешь, можно назвать эко-отель там жилье это такие два с половиной метра такие огромные гамаки подвешенные на пальмы вот и дальше люди приезжают они их ищут раскапывают сами там, ну, каждый раз вот и они там разжигают огонь оказывается я сам разжигал из презерватива можно разжечь огонь берешь презерватив наливаешь воду то есть понятно, что можно там камень на камень там палочки мы все делали там самое простое это наполнить презерватив водой из него сделать круглую лупу и на пучок из соломы бамбуковой направить его а потом как соединились в бизнес? ну вот надо было по сути продолжать делать инкубатор по онлайн-школам а Дима тогда как раз таки мучился с островом по сути, Серега мой спаситель смотри а ты чем мучился? я мучился с тем, что я не понимал знаешь, вот есть такая стадия когда ты в оффлайн-бизнесе развиваешься и ты делаешь делаешь у меня был такой период что после интенсивной загрузки я прям очень сильно заболел был артрит я прям на год вылетел это когда Серега пытался все ниши занять ну мы делали очень какую-то такую интенсивную работу и после этого мы поняли что ну хочется делать что-то что как-то было бы кайфово где можно было бы много пользы приносить людям где не было бы вот этого офиса где можно было бы много путешествовать где была бы высокая прибыльность где была бы масштабируемость там ну много-много-много стран и вот тогда пошла вот эта идея онлайн-школ и потом сначала онлайн-школы пошли в формате того что можно жить на Пангане на Бали да там управлять бизнесом с телефона работая этим типа час в неделю но потом это приедается да то есть ну и Бали приедается и вот эта вот вся такая вот какая-то движуха такая ну не очень и потом пошла уже идея Америки идея масштабирования идея более глобальных проектов потому что ну согласись вот ну когда ты делаешь бизнес вот первая фаза тебе хочется много путешествовать и как-то автоматизируешь чтобы ничего не делать да потом ты проходишь эту стадию тебе уже хочется наоборот делать чтобы ну что-то вот сделать и потом уже хочется вот ну манит хочется вклад какой-то сделать хочется еще больше масштаб хочется как-то заявить о себе да вот хочется какие-то таланты свои раскрыть и уже тогда вот мы поехали в Америку и приняли решение что ну надо миллиард долларов заработать уже пора сколько тебе лет? 32 а тебе? 35 ну в Штатах проще по ощущениям Серега мой спаситель не затягивай я вот после острова у меня же было какой я поймал депрессняк то есть на мне остров который нужно содержать яхта партнер уехал вообще телефон отключенный я не понимаю вроде кинуть нельзя денег нету 20 с лишним миллионов долгов бля все меня насилуют пытаются эти деньги выбить из меня типа продавай там квартиры там машины я свой паршак продал там ну хоть как-то рассчитаться как-то продавать свое неправильно вроде ну и долг там не мой компании есть там старший акционер все я думаю ладно чтобы давления не было там репутацию сохраню я беру на себя этот долг еще не понятно почему делать а у меня онлайн школа маленькая ты поближе и она в декабре сделала два с половиной в январе полтора потом снова два я думаю ну хоть кормит уже хорошо вот и тут Серега говорит слушай вот у меня типа идея есть давай я не понимаю типа ну у меня там миллион для остров там ну большой проект вот а Серега с онлайн школами ну и у меня онлайн школа как бы непонятно вот он говорит да мы тут за полгода вообще со всеми долгами рассчитаемся как так начинаем рассматривать смотрим точно получается и мы реально сели посчитали полетели в Америку в Америке в самолете уже там пропромировали что как делаем и запустились вот и 21 миллион рублей я в декабре вот прошлого года закрыл в декабре офигенно 17-го все долгов нет пора взлетать да и что вы вы с семьями сюда переехали или как не ну у меня девушка у Димы ребенок маленький я дочка здесь американский уже там дочка по-английски начинает говорить типа что это пол это такой мяч друзья создавайте бизнес который можно акцепировать по всему миру и даже если вы выбираете сейчас нишу старайтесь идти какими-то простыми путями меньше людей меньше сотрудников меньше привязки к конкретному месту больше рынки если выбираете нишу которая может работать на весь мир это очень долгая и классная история поэтому собирайтесь опыты но мы вас любим мы подумали что запишем наше интервью на улице но поняли что у нас отморозились ноги вот мы закрыли все окна и двери сидим сейчас в яхте наблюдаем за этими прекрасными видами окно смотрите как здесь красиво какие прекрасные дома вот как это может не мотивировать вообще жизнь в штатах конечно отдельная история знаешь мы читали исследования что больше всего влияет на счастье человека основные два параметра это количество солнечных гибель готовит классное окружение и вот в штатах солнце всегда даже если холодно классное окружение здесь еще надо искать русские все по домам серый Дима давайте расскажите что вы делаете в штатах потому что у тебя банга от Бали и прочая история у тебя Сочи Москва и вы сейчас сваливаете в штаты что сваливаете что здесь интересно что у вас ну главная история это то что мы чувствуем потолок вот в России с одной стороны ну как бы рынок такой прикольный очень активный интересный но с другой стороны мы видим что ну вот сейчас мы там сделали там где-то четверть лет да ну в рублях да а вот как бы когда ты встречаешься в штатах вот мы недавно виделись с Тайлером и мы с ним встретились ну и как бы познакомил просто девочка нас местная в Л.А. и мы спрашивали сколько ты делаешь денег сколько ты зарабатываешь ну я маленький очень ну типа ну сколько маленький ну блин стыдно говорить ну ладно ну сколько ты делаешь ну миллиона двенадцать в год я делаю на себя вытаскиваю да нормально маленький да долларов долларов да не рублей то есть мы знаешь гордимся что мы там мы входим в десятку крупнейших городов онлайн образования и мы такие да мы крутые а вот приезжаешь я маленький типа я делаю шестьсот ну и вообще когда в Л.А. то есть ты в России там встретил человека который там миллионами долларов ворочит ну там большой там человек а когда в штатах как будто обычный да например особенно в Лос-Анджелесе то есть ничего такого в этом нет и вот этот вот некий уровень тоже ну как бы ты себя растишь внутренне и ты понимаешь что если ты хочешь резко быстро выстрелить ну там просто что-то какую-то вмятину оставить во вселенной миллиард долларов заработать то ну надо здесь быть просто быстрее это легче окружение есть которое подбитывает то есть энергетика в Калифорнии я не знаю ты это заметил или нет она просто же бешеная тебя изнутри вот так вот просто постоянно подкидывает чтобы ты что-то делал куда-то ехал с кем-то встречался денег больше да и соответственно вы там где есть предположение что делая те же усилия ну то есть просто вот у нас схема то то есть фейсбук реклама там бунты автовебинарные конверсии там да ну то есть методология одна и та же язык другой немного менталитет другой чуть-чуть правила другие но в целом методология маркетинга она такая же поэтому просто есть предположение которое уже сработало у наших друзей это то что делает те же действия здесь ты получаешь тот же результат что и там только уже в долларах то есть мы в лазге польза такая мы зарабатываем сотни миллионов рублей в россии а здесь мы тут сутки миллионов. ну да имеется ввиду да то есть миллион рублей это сто миллионов долларов так или иначе вы еще пока на американском рынке от меня не вышли делали меры были тесты были проведены там разные выступления там они ну то есть уже показалось что мы это можем сделать то есть уже выступаем на английском нас слушают люди покупают и так далее но пока что это конечно не Сейчас вот, буквально несколько недель назад, мы сейчас руковали школу фребоблисты на английский язык, и эксперт взял уроки по английскому, чтобы акцент убрать, и говорит, да не убирай, ты, во-первых, не уберешь, а, во-вторых, к русским сейчас, наоборот, не дед в Америке, то есть либо русские – это бухосы и низкоуровневые люди, а если они в Америке, если они хорошо говорят, хорошо одеты, классно выберут, именно наоборот, это типа вот хакеры, это такие инженеры, это умы, к ним наоборот смотрят, да, интересные, мы даже думали менять с Катей – иноземцев, эксперт, соответственно, Кейт Ино, говорит, да наоборот, пусть иноземцев, пусть коверкают, ну, к ним есть веетет, то есть, тем более сейчас русские это сделали, там, постоянно смотришь телек, там, Трамп, Путин, Путин, Трамп, русские, блин, и у нас на маркетинг, это реально хороший маркетинг нам делают, нас уважают. То есть мы считаем, что вот онлайн-школа и вообще онлайн-образование – это тот бизнес, который проще всего экспортировать на другие рынки, потому что, по сути, механизм тот же самый, и тебе не нужно искать здания на месте, да, какие-то там инвестиции, то есть у тебя примерно все одно и то же, то есть примерно похоже. Тебе нужна будет адаптация, но это гораздо проще, чем там открывать, ну, что угодно, там, да, какой-то ресторан на месте. Давайте немножко сейчас поговорим об онлайн-образовании в целом, чтобы людям было понятно. Скажите, о чем вообще идет речь? Что такое онлайн-образование, почему именно сейчас надо смотреть? Ну, вот простым языком, да, то есть, ну, вот есть вживую, там человек обучает другого человека, да, человек обучает группу. Также может в онлайне через Skype человек обучать там группу людей. Только современные технологии позволяют вместо Skype сделать прикольные вебинарные платформы, прикольные там, по сути, платформы для уроков, геймификацию, где люди там соревнуются друг с другом, зарабатывают баллы, чтобы легче было обучаться. То есть, очень много механик, которые позволяют обучаться в интернете гораздо быстрее, чем вживую в оффлайне. Да. И мы вот эти все механики просто агрегировали внутри себя, там поняли, как делать маркетинг и просто стали брать партнеров, стали брать людей внешних, стали их обучать. И цель такая, что человек, к примеру, делает в России какой-то бизнес, да, например, там магазин сантехники, мебели или там ресторан. И он просто задолбался из-за того, что куча проблем, там, ну, аренда помещения, офис, там, ну, ежемесячно эти платежи, тяжело масштабировать, и он хочет что-то делать в онлайне, чтобы сразу аудитория 30-50 миллионов человек, да, и возможность масштабироваться на весь мир, чтобы сразу маржинальность, там, 60-70%, чтобы сразу там, то, что, ну, вот как у нас получилось, там, мы можем в 10 раз больше вложить в рекламу, и там, ну, вот мы сейчас выросли, там, в несколько раз то же самое, то есть, там, в 10 раз больше вложил, в 10 раз вырос, это же прикольно так, да, то есть, а в офлайне так очень сложно сделать, и вот эти вот все механики, когда ты понимаешь, что там в офлайне ты растешь, там, ну, в 50% в год, там, да, а в онлайне ты можешь вырасти в 10 раз, да, и вот это то, что мы можем помочь реализовать, то есть, человек хочет, например, сделать обучающий курс по английскому, пожалуйста, то есть, у нас есть механики, ты ищешь преподавателя по английскому, его правильно запаковываешь, делаешь это на платформах, которые мы рекомендуем, там, форма маркетинга, которые мы рекомендуем, у тебя школа английского, или, там, школа пени, или школа, там, гитары, или школа обучения пряников, или школа, там, причёсок, ну, ты смотри, например, если с этим преподавателем английского, что мы делаем пошагово, мы приходим, договариваемся с каким-то человеком, что значит запаковать, что нужно сделать? То есть, есть две модели. Первая, либо ты сам экспертный лист, ты сам упаковываешь, потому что тебя пока продюсировать никто не будет, если у тебя нет большой аудитории, и сам постепенно там делаешь посадочные страницы, делаешь продающий элемент, к примеру, мастер-класс онлайн, либо видеоуроки продающие, и дальше, соответственно, проводишь этот мастер-класс, делаешь предложение, продаёшь, соответственно, там есть те техники, как лучше продавать, которые прям увеличивают. То есть, ты можешь провести мастер-класс и покупок ноля, не понимаешь, почему, потому что ты не использовал никакой механики, формулы, и, соответственно, это первое одно, и дальше ты уже оказываешься сервис, продукт даёшь. Либо, если ты не зуб ногой в английском, если ты там не являешься крутым сервером, если ты не умеешь классно играть на гитаре, но ты хочешь создать бизнес в онлайне и быть свободным от этих всех складов, логистик и всё остального, то ты можешь найти, кто классно знает английский язык, кого есть харизма, кто тебе лично сам нравится, сам учился, и запаковать его, спродюсировать. Тогда он будет заниматься именно продуктом, и кайфовать от того, что ему нужно заниматься там маркетингом, а именно он может заниматься работой с людьми, а ты будешь заниматься вот маркетинговой частью, продвижением, как тратился. То есть, по факту, это может сделать любой человек в любом городе? Ну, то, что мы поняли, какие таланты нужны, организаторские способности. То есть, ты можешь организовать, ну, дисциплина, там, да, договориться, уменьшить проблему. У Серёги кейс есть, он взял ассистентку себе за 5000 рублей, и сейчас у неё есть школа английского и ещё какая-то школа. Да, и школа здоровья. То есть, она за год работать с Серёгой, поняла, как это всё работает, и сделала две онлайн школы. Да. Какие результаты, о каких суммах можете терять? Ну, смотря на каком уровне предпринимательства ты сейчас находишься. То есть, если это какие-то начинающие предприниматели, то можно где-то месяц за 3-4 выйти, там, на 200-300-400 тысяч рублей оборота, из них 50-60% будет прибыль. То есть, там, 200-300 тысяч рублей сделать не очень сложно. И многие здесь останавливаются. То есть, например, вот эта девочка, про которую мы сейчас рассказывали, которая школа английского сделала. Да. Она остановилась на 500 тысяч рублей, но это уже бизнес по-женски. Им нравится, они вытаскивают, там, вдвоём тысяч по 100-200, и хорошо. Ну, и что такое 100-200 тысяч рублей? Ты можешь жить в Таиланде, например, да? То есть, тебе уже не надо зимовать в России. Это уже офигенный бонус. Это очень круто. То есть, это людей очень приподнимает энергетически. Когда ты можешь, ну, не жить вот этой грязи, там, туслости, там, отсутствие солнца и так далее, да? То есть, ты выезжаешь, но ты не можешь позволить себе Америку, например, да? Ну, сколько в Америке нужно, ну, нормально, чтобы сочувствовать? Ну, там, на семью, ну, там, 600 тысяч, ну, минимум. 100 долларов. Да. Есть минимум просто. Ну, и дальше тебе такую цифру уже надо достигать, уже команду организовывать как-то, да? То есть, делать 300 тысяч рублей дохода, ну, там, один-два человека в команде, может быть. Там, один куратор, если поможет, ну, и какие-то там подрядчики филансовые. А уже, чтобы делать, например, там, миллион рублей прибыли, ну, это уже нужно организовать команду, выстроить процессы. То есть, это уже, там, ну, там, 10 человек. Ну, то есть, все равно это не много. То есть, это не 100 человек в офисе. Люди немножко еще по-другому смотрят на бизнес. То есть, еще такое старомотное мышление. Люди думают, что бизнес – это производство. Это грязные руки, это люди, это, там, штат сотрудников, это налоговые, это, там, архивы, булайги и прочая фигня. Ну, можно сейчас сделать гораздо все проще. Знаешь, ну, мы относимся вот к онлайн-школам тоже, как к производству. Да. То есть, к примеру, вот… Ну, с почти нулевой себестоимостью. Есть ты и твой айфон. Ну, да, это в минимальном уровне, да. Дальше у тебя, там, есть кураторы, учителя. То есть, мы как к этому посмотрим, как-то рассматриваемся. Онлайн-школа – это такой завод-изготовитель какого-то навыка у человека. То есть, хочет человек учиться, там, на BMX делать какие-то трюки. Он приходит к тебе в онлайн-школу, и твоя задача, чтобы он сделал этот трюк через два месяца. Да, или то, что он приходит английскому учиться. Твоя задача, чтобы он выучил английский и начал разговаривать на нем. Пришел на гитаре научиться, тебе нужно через серию каких-то уроков, геймификации, там, общение сообщества, там, еще каких-то там пинков, общение, там, один на один с преподавателем в группе, там, еще как-то. В конце он сдал экзамен, и он бы получил навык. То есть, задача онлайн-школы – это создавать какой-то результат. То есть, это не просто обучать, да, это не работает, вот это очень важный момент. Потому что в онлайне очень тяжело продавать просто информацию. То есть, ты продаешь не информацию, а ты продаешь результат. Человек точно обучится, что он получит этот навык, и он спрашивает. Вот на примере акселератора. Мы создаем собственников прибыльных онлайн-школ. То есть, мы, завод производителей, почти как мама, да, мы создаем собственников прибыльных онлайн-школ. То есть, мы не только даем там знание, как, что. Мы ведем прямо до результата, и иногда прямо удастся. И это супер важная разница. То есть, это не просто онлайн-образование. Мы говорим, что онлайн-образование само по себе не очень круто. То есть, круто именно blended. blended – это когда ты берешь онлайн и оффлайн. Потому что, почему люди не получают результаты? Потому что, они просто отваливаются. Ты им дал уроки, информацию. И они дальше у них групп не отпускаются. Да, они просто, ну, они не слушают, там, да. Или они начинают слушать, 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 потом что-то, блин, там, ребенок, что-то там, типа, работаешь, что-то надо ехать, потом, блин, я заболел, и не охота. И они сливаются. А когда у тебя есть сообщество, когда, по сути, результаты других людей завязаны на том, как ты смотришь уроки, как ты получаешь результаты, и эти люди начинают себя как-то мотивировать, у тебя чувство вины включается, что тебе надо, ну, по сути, активно как-то работать здесь. Когда у тебя сообщество такое поддерживающее, у тебя какая-то есть идеология. Ну, уроки тоже самое построены так, что ты каждый новый уровень получаешь, только когда ты освоил предыдущие. Это тоже очень важно, чтобы у тебя не было перегруза информации, потому что из-за этого тоже тебя идет фрустрация, и ты отваливаешься. То есть вот эти вот механики обучения тоже очень важны. Потому что, ну, задача вот именно создать завод-производитель с максимально высокой результативностью. Из человека, который хочет получить результат, из человека, который получает результат. А это делается не просто за счет уроков. Такая тема дает 4% результативности. То есть в чем заключается ваша работа? Объясните, в чем ваш бизнес? Наш бизнес-акселератор в том, что вот приходит предприниматель, он хочет сдать онлайн-школу. Мы ему даем методологию, как найти эксперта, как общаться с экспертом, как эксперта запаковать в продающий какой-то материал, как этот продающий материал правильно поместить в интернет, как туда настроить рекламу, как вот этот материал, который в голове у эксперта, да, как обучать человека, его перевести в онлайн-школу. Именно то, чтобы это была гимнификация, онлайн-встречи, оффлайн-встречи, уроки там, ну, разные какие-то Если простым языком, то сейчас в чем классно, что зайдя в рынок онлайн-образования, тебе не нужно самому строить платформу. Есть конструктор сайтов, есть конструктор выдачи уроков, есть модули рекламные, то есть есть понимание, как трафикологов правильно искать, как выстраивать его. И тебе не нужно самому что-то там ходить, расклеивать объявления, под все есть уже готовые инструменты. Мы это называем, знаешь, конструктор лего, да? Да, да. Тебе дают кубики и инструкцию, как что, или как квазл, да? У тебя есть квазлы, тебе нужно их просто совместить. И мы даем инструкцию, как их совмещать. Мы копим разные вебинары под разные ниши. То есть какой-то ниш сработал вебинар, опа, это актив уже акселератор. Лейтинг сработал, актив акселератора. Мы даем вот такие активы, потому что самому очень сложно. То есть, во-первых, ты не знаешь, какие цифры нормальные. То есть ты не знаешь, что там в среднем 2% подписчиков платят. Что если там подписчик платит через 3 недели, например, это тоже будет нормально. Что с автовебинара конверсия там в среднем будет там 5%. Потому что средний чек может быть там 100 тысяч, а не обязательно в 10 тысяч их держать. Скорее всего, это не сработает, если ты можешь в 10 тысяч держать. Возврат инвестиций в среднем там 300% там за месяц. То есть вот эти все цифры, вот это все знание, понимание, куча шаблонов разнообразных из кучи разных ниш. Это вот то, что мы можем дать. Хорошо, это очень много информации. Мы можем сейчас людям дать какой-то материал, чтобы они могли поизучать и понять вообще, как это все работает и как это с вами будет взаимодействовать? Да, у нас есть два материала, которые мы можем дать. Мы можем дать мастер-класс, который просто очень подробно рассказывает, как создать онлайн-школу. Прямо называется, да. Как создать онлайн-школу. Пронеси на себя, либо на свой успех. Бесплатно, да? Да, бесплатно. То есть человек его посмотрит, у него будет уже понимание, как все это делать. В принципе, он может даже пойти дальше и сделать это. И пошаговый план создания онлайн-школы. Как вот по шагам, что надо делать, чтобы в итоге в результате у тебя появилась онлайн-школа. Это такая потребочка для очень легкого ознакомления. А мы переходим дальше. Давайте о нишах. Какие ниши в онлайн-образовании сейчас качают больше всего? Или, например, какие ниши сейчас новые появляются, в которые есть смысл заходить и закрывать? У нас, короче, был такой мега просто инсайт, который взорвал мозг. Это то, что мы думали раньше, что качают только вот английский язык, фитнес и бизнес обучение. А потом стали появляться онлайн-школа пения. Или онлайн-школа пряников. Вот у нас недавно выпускница там миллион рублей заработала. Или онлайн-школа триатлонистов. Короче, вот, и после того, как ты, ну, а, или обучение, как выращивать грибы в вешенке. И когда ты видишь вот такие странные ниши, ты думаешь, блин, ну, что-то вот, блин, непонятно. То есть, по ходу просто, что все, что есть в оффлайне, все, в чем есть потребность. То есть, есть же люди, которые хотят научиться кроликов разводить, да, или помидоры выращивать на огороде. Вот они есть такие люди. И они ищут эту информацию в интернете. И если кто-то запакует для них курс и прикольно сделает описание этого курса и продающую структуру, то будет много людей, которые захотят это купить. И миллион рублей в месяц свой можно вытаскивать. У Сергея три года назад был человек, который пробовал, хотел сделать курсы пения онлайн. И Сергей говорил, да что ты, ну, кого-то придумал, возьми там английский, да? Да. Сейчас он делает сколько? Ну, полтора-два, где он делает. На курсах пения. Курсы гитаре, ну, блин, онлайн-гитаре вообще-то играют тоже есть. Вот они все делают там, правильно, на полтора-два. А новые есть какие-то ниши, что-то сейчас? Ну, вот пряники, вот недавно там оно защитилось. Валерия, по факту. Ну, мы поняли, знаешь что? Вот, что есть ниши, которые легко стреляют, и в которых есть высокая востребованность. Это ниши обучения профессии. То есть, в которых в будущем можно зарабатывать. То есть, ты это рассматриваешь как инвестиции, ты научился? И лучше делать курс, где ты профессию учишь, и учишь, как клиентов искать на эту профессию. К примеру, вот недавно тоже у нас одна из миллионерш, это обучение психоаналитиков. Вот на пряник, хороший пример. Если бы она учила просто домохозяек, как сделать пряники, она бы зарабатывала там 300-500 тысяч максимум. А она учит других печь пряники, чтобы продавать их. Как их сделать так, чтобы хотели купить, где рынки сбыта, сколько цена, как правильно маркетить, как правильно упаковывать, как сделать так, чтобы возвращались клиенты. И она уже может продавать раза в 3 дороже их, потому что люди понимают, что это покупается. И получается, что вот есть, что лучше всего покупается. Это вот такие профессии, либо бизнес направления. То есть, люди понимают, что если они тебе принесут 100 долларов, то через 2 недели они их обратно получат. Второе, это вот тема похудеек, она вечная. Как красиво выглядит. Третье, это как найти мужика прямо в России хорошо качает. Вот. На других странах такого нет. У меня же вот остров, на острове же тоже девчонки прямо приносили 10 тысяч долларов, 8 тысяч долларов поставляли. Мне звонят, Дмитрий, кто-то принес деньги? Я вообще не знаю. То есть, там, в очередь стояла. Да и дайте мужика. У вас девчонки в клубы с форматом прорываются. Да, да, да. В бизнес-школу столько поступают. Многие говорят, зачем? Я не зарабатываю миллионом, но я хочу мужчину. Я хочу мужика с миллионом готовым. Я хочу тоже заплатить за эту деньги, как говорят. Сорян. Люди готовы платить за обмайн образование? Готовы, конечно. Конечно. Ну, особенно здесь, знаешь, что играет? То, что вот именно нишевое знание. То есть, вот есть, ну, есть, как бы, такие большие учреждения, которые учат, как бы, ну, какому-то большому навыку. Да, там, ну, вообще, брать университеты, там, экономика, обучение, да, или там, финансы. То есть, это нечто глобальное. Ну, вот, если человек хочет, то он научится грибы-вешенки выращивать. Вот куда ему идти? У него есть человек конкретно, который учит его, ну, тому, чего он хочет. И вот смысл в том, чтобы дать людям то, что они хотят. Хочется он стать психоаналитиком и на консультациях зарабатывать, и тоже жить в Таиланде, например. Ну, напиши, там, стань психоаналитиком, научись зарабатывать и живи в Таиланде. И сделай курс прям вот целевой для этих людей. У тебя эти люди будут покупать. В человеческое время, если его правильно упаковать, правильный опыт переложить, то, что, ну, знание переложить. Ну, опыт людей, которые смогут это тоже делать. Да. Это стоит реально много. То есть, блин, яхта полтора миллиона стоит 500 баксов в час. И оператор стоит 500 баксов в час с камерой, которая стоит, там, там, 300 тысяч рублей. Ты знаешь, какой смысл? То есть, ты как бы один раз происследовал что-то, ты сумел результат получить какой-то сильный. Ты, если можешь этот результат как-то разложить на простые шаги и дать людям, чтобы они тоже смогли, вот тогда ты сможешь деньги зарабатывать. Для себя рассматриваем. Мы смотрим такой, знаешь, Uber для онлайн-образования. Да. Когда ты вызываешь такси, ты знаешь, что приедет такси определенного качества, тебя отвезут, все будет хорошо. Если будет проблема, ты пожалуешь, что тебе вернут деньги. И это реально удобно стало. Раньше такси это было каждый раз, блин, эй, 1000 рублей, какое 1100 рублей проехать? Эй, 500, меньше не поеду. Да, сейчас ты, ну, переезжаешь. И вот в онлайн-образовании, если стандартизировать качество, если люди знают, что они будут точно выучить английский язык, точно научиться играть на гитаре, и грибы-вешенки будут расти, они будут косить капусту из этих грибов-вешенок, то если сделать такой marketplace, где люди будут покупать свой опыт, это реально будет единорог, который можно потом любому всему миру. Да, ну, понимаешь, одно дело, там, рынок в России, то есть, по сути, мы же хотели эту идею сделать еще 10 лет назад, но мы посмотрели, а рынка-то особо и нету. Сейчас, что мы делаем, мы рынок создаем. То есть, а вот если брать Штаты, например, да, то есть, ну, вот те усилия, которые ты в России можешь приложить, вот в Штатах это просто, ну, может гораздо быстрее получиться и рынок есть. Тут вопрос какой, либо за рейтинг-багами, эту всю тему, да, и вопрос, будет ли достаточно экспертов хорошего качества, а мы, по сути, растим сейчас экспертов. Вот у нас, например, мы точно знаем, что лучшие пряники в России, там, эксперты пряникам у нас, или лучшие эксперты по триатронам у нас, или лучшие эксперты, там, вот, либо мешанками у нас, лучшие астрологы, там, в мире самые богатые у нас. И вот мы постепенно, но это все равно пока недостаточно, чтобы вот marketplace... Рынок надо обучать еще и обучать экспертов, как знания передавать, то есть, как обучать других людей, потому что, еще раз, ну, просто, если ты уроки выложил, то у тебя результативность этого курса будет 4%. То есть, мы сейчас вообще... Всего 4% до конца дойдет. Мы входим в тестер, у нас мы перерыли. То есть, деньги будут низкие, и вот уже будет плохие. Да, но никто не будет уроки делать, просто сами по себе уроки в онлайне, никто их не смотрит. Мы перекопали все в мире лучшее, что есть вообще методика образования и передача опыта. И мы сейчас тут, по сути, строим, но у нас есть бигдата, и по тому, как люди учатся, у нас есть понимание, как дисциплина влияет на результативность деньга клиента. Мы прям видим, у кого дисциплина хорошая, у него на выходе результат сразу есть, кто сливался, у него растягивается период обучения, и результаты много дальше. Соответственно, и мы понимаем, вот для того, чтобы по физиогномике, когда человек учится, можно, чтобы компьютер считывал, человек там, если зевнул, это определенная симптоматика, что у него увлеченности нет. Соответственно, и мы сейчас разрабатываем кабинеты, где будет всегда включена камера. Во-первых, будет расписание, чтобы человек точно пришел, если у него не приходит, он получает штрафной балл, чтобы он не пришел. Дальше, когда он приходит, у него работает камера, и мы видим, если он, например, начинает зевать, или там гвинится. Ну, и вот так вот глаза подтираем. То есть, если определенный набор сигналов. А это, по сути, по физиогномике можно снимать вовлеченность. А при дорогих продуктах, то есть у нас в топовых продуктах экстравиатор еще стоит миллион рублей. Соответственно, и в этих продуктах важно все равно, чтобы этот миллион уже, опять же, вернулся. Мы хотим, чтобы он. Вот. И в топовых продуктах, опять же, важно, чтобы он потом не передал его еще кому-то. То есть, к примеру, мы сейчас там были один из американских тренингов, и нам нужно время от времени приходить в кабинет. Соответственно, мы не можем, как бы, купить, ну, нам пришлось на двоих, ну, несмотря на то, что у нас одна общая компания, на двоих купить два курса, два раза заплатить. Ну, как классно, а у нас акселераторы, как бы, приходят на эту компанию, и они все учатся, как бы, ну, и могут друзьям передавать. А когда видеокамера, все, чувак, извини, кто-то другой. Вот. И как только он начинает сразу с улицы, то, соответственно, робот видит, что у него это отклонение от нормальной деятельности, включается куратор и начинает углаживать, смотреть, были ли непроизненные слова, было ли им все понятно, он начинает там рисовать схемки, объяснять, и вот то, что мы сейчас простраиваем, вот потом с этим мы точно будем уверены, что знания передаются классные. Да, потому что если он зайдет дальше в геймификацию, и у него нет, как бы, усвоенных знаний, то он и результаты не получит, скорее всего. Правильно, нормальная онлайн-школа запущена. Это ты в течение максимум двух месяцев готовишься, а третий месяц уже есть деньги, которые у тебя примерно 50% прибыли. Если там 30-40, то же бывает на первых порах. Если у тебя меньше, то никакие инвестиции не помогут. Сначала нужно умом учиться, а дальше потом для масштабирования, то, как правило, ты можешь реинвестировать. Опять же, если ты идешь за чужими деньгами, а себе квартиру покупаешь, насколько ты веришь в свой бизнес. Поэтому онлайн-образование именно относительно конкретной школы, оно нужно быть самоокупаемой уже на третий месяц. И вернуть там предыдущих, там, 50-100-300 тысяч прибыльных, максимум 200 больше не надо. На самом деле, многие начинают вообще без денег или с долгами. Соответственно, и там, ну, 30-50 тысяч рублей, это просто трафик убить. И там, кому-то, дизайнеру заплатить за то, что он высадочный по стране все сделает, и все. А реально большие инвестиции, я пока что вижу, это вот такой агрегат, который постепенно уже можно начинать достраивать даже на нашей базе, на базе наших инвестиций. Ну да, но если у тебя есть, например, там, 1, 2, 3 миллиона, да, ну, это будет такой средненький инвест, то, конечно, лучше свою онлайн-школу создать, там, поучиться в акселераторе, попасть. Ну, какая-то самая большая ценность, которую мы даем. Это мы даем сообщество людей, у которых, во-первых, уже есть миллионы на онлайн-школе. То есть это много-много наших друзей, которые мы погружаем в эту среду. И человек, когда попадает к нам, он уже попадает в сообщество людей, у которых есть результат. И мы даем кучу разных шаблонов, как это сделать. У тебя есть среда, среда дает тебе энергию, дает тебе мотивацию, дает тебе драйв. У тебя есть куча шаблонов и примеров того, как уже это люди реализовали. Поэтому, когда ты захочешь к нам, у тебя гораздо выше вероятность, что получится. И когда человек, ну, приходит, он может эти деньги лучше реинвестировать в более крутых, качественных экспертов, в какую-то свою, может быть, платформу. Ну, это если он хочет инвестировать, но он может это сделать и без инвестиций. Работать с текущими конструкторами, текущими платформами. Где ты можешь, там, конструктор за 1000 рублей, там, да, начать им пользоваться. А платформа, какой-нибудь, там, за несколько тысяч рублей. То есть ты можешь, по сути, там, за 30-50 тысяч рублей уже стартовать онлайн-школу. Сколько у вас сейчас сотрудников работает? Сколько вы денег делаете? Мы сейчас... У нас, получается, чистыми где-то миллионов по 7 на каждого партнера. У нас 3 партнера? В рублях. Каждый? Каждый в нас, где-то 8. Да. 20 миллионов в месяц чистыми вы зарабатываете? 20 чистыми, и, соответственно, в прошлом месяце мы сделали 34, да, это сделало 28. То есть мы... Это, ну, из трех проектов. А сколько человек работает у нас? Где они? Эти люди все в онлайне. Это, во-первых. Мы недавно проходили тренинг. Акраску построили. Ну, а у нас нет офиса. Поэтому в Маяке, ну, давай... Сейчас на Карибу летим. Ну, мы пытались посчитать, сколько у нас сотрудников. Да, мы проходили тренинг. Мы были на тренинге, и говорят, сколько у вас сотрудников? 50, ну, я считаю, мне вроде 75. Подожди, а вот эти... В общем, у нас около сотни сотрудников, но мы даже, честно, не знаем, мы даже после этого и не сморачиваемся, не считаем. Ну, мы мыслим, чтобы у каждого сотрудника был просто конечный результат. Чтобы каждый сотрудник, ну, просто отвечал за какой-то результат. Кто-то отвечает за количество подписчиков. Кто-то отвечает за конверсию доходимости до вебинара. Кто-то отвечает за то, чтобы человек, который дошел до вебинара, с какой-то вероятностью заплатил. То есть, когда ты так функционал распределяешь, то, ну, мы же не обязательно должны знать всех менеджеров по продажам там. Или там фрилансеров, всех дизайнеров. Ну, да, ну, глобально все отстроено в онлайне, команда в онлайне и все отстроено по процессам, понятно. Причем здесь гораздо прикольнее, чем в оффлайне, потому что главный механизм здесь – это то, что идет реклама. Итог рекламы – это чекин у нас. Чекин – это человек, который дошел до мастер-класса, он присутствует там. Эти чекины передаются в отдел продаж, и в течение двух-трех недель мы знаем, что из них со средним чеком там около 300 тысяч мы получаем оплату. Вот это вот у нас главный механизм. И дальше у нас есть результат у продукта, у отдела продукта – это, в сути, собственники прибыльных онлайн-школ, люди, которые запустились. То есть мы просто смотрим на результаты, смотрим на статистики, и это можно делать с телефона из любой точки мира. Сколько у вас сейчас своих школ и по каким нишам? У Димы это Free Publicity – это обучение писательству. У меня это онлайн-школа астрологии, ну, это которую я контролирую. И у нас вот совместно идет акселератор, в который мы вместе включены. У нас три проекта. Да, три проекта. И до этого у нас было занять все ниши. Мы поняли, что мы просто прорисаем в управлении, мы поняли, что нам нужно идти по партнерской модели. Поэтому у топовых резидентов мы берем доли. Соответственно, наша модель масштабирования – это уже дальше через партнерскую модель. И мы сейчас как локомотив уходим в Америку. Сейчас тестируем на наших школах, собственно, как оно пойдет. Если нас выстреливает, то мы тащимся, соответственно, наших резидентов тоже сюда. Нету смысла, вот знаешь, блин, была такая раньше идея, что можно вот сделать много-много-много-много разных школ, да? Самому. Со меня все ниши. Да, здесь все ниши. Но на самом деле можно расти горизонтально в школах, можно расти там, по сути, вертикально, да? И на самом деле более правильно мы сейчас считаем расти вертикально. Потому что практически любая ниша, по нашему сейчас опыту и пониманию того, как это устроено, она может реально сильно-сильно вырасти. Это вот как у тебя, да, ютуб-канал такой фолдер там бизнес-аудитории. Если ты начнешь там вдруг делать еще ютуб-канал по кулинарии или по семейным отношениям, то фокус внимания разреется. Но ты можешь взять и инкубировать людей, которые... То есть обязательно фокусироваться надо? Фокусироваться надо обязательно. Вот ты выбрал там нишу обучения там, не знаю, секс в онлайн. Вот ее и качай. Там очень много можно денег вытаскивать. Вот у меня есть там проект по астрологии, но я понимаю, что там просто, ну, бездонная... Ну, да, да, реально существует. Ну, да, да, реально существует. Ну, не зарабатывать хорошо там. Причем, ну, там же есть обучение, как делать там, ну, по сути, там, для женщин, для мужчин. Потом там есть даотские сексуальные практики. Есть там, ну, то есть все, что хочешь. По глубокому залатыванию. Да. Лайк поставьте, девчонки. Мне кажется, это классно. Целая культура развивается. Все, пока. Тормозите. Впер e N. Впер и Н. Впер и Н. Впер и Н. Тормозите, Мм. Продолжение следует...